Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова фирма Петерсон и, как я обещал, мы с вами продолжаем фотографировать янтарь. В этот раз янтарчик у нас зеленоватый. Я надеюсь, это видно. И я сегодня сколотил домик для бездомных поросят таким образом, чтобы опустить пониже. Держалку я взял вот эту. Почему? Можно было бы на леску, но, обратите внимание, вот на эту часть, она на леске плохо держится. То есть, тогда она, в общем, просто проваливается и выворачивается. Поэтому, и так как она тоже металлическая, делает те же самые отблески, то, в принципе, с ней можно работать. Итак, из оборудования у меня... Сейчас мы включим вот это. Так, вот это включен. Турбус. И это у нас включено. Значит, смотрите, вот здесь у меня 1.32 всего лишь. Вот на софтбоксе у меня всего 1.32. А почему? Потому что нынче я хочу делать серый фон. Я не хочу делать белый, потому что мне надо вырезать. А тогда, когда серый фон, тогда лучше проявляется серебро. Ну, и видим, что, в принципе, довольно-таки нормально с первого раза получилось. Потому как, в принципе, схема известна. Теперь давайте мы с вами пойдем и в фотошопе поработаем. Так, ну вот наше изделие, которое мы с вами сфотографировали. Так, ну а теперь что? Давайте мы его откроем. Делать мы ничего не будем. Что тут делать? Так, делать тут практически нечего. Поэтому мы пошли. Открыть изображение. Открываем. Так, это уберем. Это я уже делал тут вот винтарные. Так, а теперь это можно уже закрыть. Теперь давайте посмотрим. Ну, во-первых, нам надо сразу же вырезать это дело. Потому что, ну, допустим, мы можем, конечно, привлечь вот эту вещь. Но, как бы, я не любитель. Поэтому убираем. И стараемся аккуратненько вырезать. Вот тут как раз вот то, что оно металлическое, чем хорошо, то мы ее сейчас превратим в то, что оно может. Вот так вот. у кого до сих пор есть проблемы управления пером то я вам советую ребята пойти photoshop для начинающих у нас на канале и там пройтись буквально я говорю что два часа вы потратите но это будет конечно большим подспорьем вашей работе большой подмога так можно вообще удалить просто добавим сюда просто добавь воды так это тоже нужно удалим так хорошо теперь говорим что выделить область один пиксель нам достаточно будет и здесь контроль c контроль фау или контроль j как вам больше понравится так видим что у нас тут тоже есть еще один кусочек который надо выбросить вырезать и выбросить так давайте посмотрим что здесь нам с вами необходимо сделать сначала такие грубые мы как бы изменим так допустим вот начнем отсюда выделить область тоже хорошо так ну здесь стоит вопрос ребята если вам оплачивают хорошо или вы скажем так не совсем зависимы только от одного работодателя который требует от вас обработки для глянцевых журналов наподобие да оплатить хочет 40-30 рублей за изделие то тут один выход верни 2 или послать его нахер извиняюсь извиняюсь если дети смотрят но уж очень у меня небольшое не любовь к таким бизнесмена выделить область так мы можем конечно черному черными желательно немножечко давайте подсерим его чуть-чуть вот так и и заполним то есть вы можете вот таким образом действовать выделять каждую тень каждую эту и поправляет добавлять и так далее покуда ваш заказчик не будет удовлетворен а можете сказать ему что если ты не платишь мне нормально да парень то ищи других дураков ну конечно идет потому что всегда такие дурачки находятся готовы за хлеб работать ну потом они конечно тоже поймут что продают свою жизнь очень дешево 9 область ну давайте мы сейчас с вами сделаем по принципу примерно того что хотят эти ребята которые хотят также платить ну как бы для меня это чревато у меня уже есть определенная договоренность если я сейчас сделаю вот так то он не все придется так обрабатывать а цена то еще вся та же поэтому как бы я не буду тут рисковать извините конечно но я уберу единственно что я могу сделать да это это конечно я могу подтемни для но не особо и причем я бы воспользовался в этом случае сейчас так просто затемнением сейчас так вот так допустим да вот остальные остальные согласно уплаты оплаты да я буду делать так как я делаю давно это дает мне возможность держать цену скажем так в которой мой заказчик доволен этой ценой ну если он доволен то этого достаточно конечно если мне закажет глянцевый журнал заплатит за это хорошо то и обработка будет соответствующая а так ребят получите то о чем вы за что вы платите и все ну давайте мы с вами сначала сделаем следующее я предлагаю вам сначала превратить это в однородно в однородный цвет то есть сейчас серый сейчас мы тут есть кусочек ржавчины или что тут налет какой-то ржавчины нет но налет есть желтоватый какой-то и поэтому чтобы его убрать мы сейчас с вами пойдем в коррекцию и скажем что нам нет нам не это надо нам надо черно-белый просто напросто черно-белый окей вот мы его сделали и теперь к этому прибавим еще немножко голубого то есть холодный фильтр на два процента кто часто смотрит мои видео то это знает что таким образом серебро приобретает нужный голубоватый оттенок почти незаметной глазу но существенно влияющий на восприятие человеческом глазу так и вот ребята я сейчас так и буду делать сейчас то есть я буду брать вот это затемнение ну куда и вот таким образом я буду приводить более-менее в порядок ну насколько это конечно возможно насколько позволяет наш бюджет меняя со светлого на темный мы можем конечно выравнивать то что нам необходимо добавлять какие-то блики сравнивать ненужные какие-нибудь пятнышки которые нам совершенно не нужны в этом случае да вот и таким образом мы с вами пройдем все я сейчас включу это побыстрее чтобы вас не утомлять подобными вещами а потом уже когда вернемся вернемся к камушку вернее закончил вернемся к камушку ну и в итоге должно получиться вот из этого вот это вот так теперь нам надо с вами сделать так посмотрим вот отсюда мы сейчас вырежем сам камень просто освободим его по работам аж с камушком и без того так так выделить область окей ну тут сейчас вырежем дэнс вырезали лучше все таки наверное воспользоваться маской ну не такой конечно вот и и тогда вот маску черную так вот мы выделили это хорошо тем самым мы можем здесь это маску так секундочку поменьше там где вот допустим я не хочу вот здесь это ржье вот тут таким образом я могу его там подкрасить так и она у нас если уже признаться она у нас немножко зеленовато так что мы сейчас с вами и проделаем так коррекция что нам лучше взять насыщенность так насыщенность взяли и вот так вот сторону вот эту немножечко поведем вот так вот такой зеленоватый камушек так отлично теперь мы могли бы произвести коррекцию то есть чуть-чуть затемнить а кое-где и подсветить но 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 я бы хотел чтобы действовало только вот сюда так и коррекцию тоже только вот сюда так и коррекцию выделим сейчас ведем все на один слой для этого мы сделаем Ctrl-Shift-Alt-E вот так и у нас осталось выделение с которым мы можем работать так посмотрим сейчас может быть нам поможет фильтр какой-нибудь такой зеленоватый фильтр так он работает неправильно потому что у нас с вами сейчас выделение неправильное я чувствую так ну-ка проверим ну конечно инвертируем только на камень инвертируем только на камень и на камне мы будем заниматься этой коррекцией так попробуем сейчас вот так и желтого вот так ну где-то вот такой у него цвет у этого ориентаря вот такой зеленовато желтый вот такой ну и посмотрим еще коррекцию тонов вот так я думаю что этого вполне будет достаточно с отражениями ничего не делаем так можем конечно но как бы оно здесь удачно на мой взгляд и поэтому не требует каких-то еще дополнений единственное что мы заставим сейчас светиться изнутри камушек да то есть сделаем ему сейчас коррекцию тоже и коррекцию теперь уже более выделено вот такую коррекцию сделаем вот так которую естественно скроем за черной маской Ctrl и и теперь если мы возьмем с вами вот этот кружочек и будем здесь сделать маленькое пятнышко вот этого достаточно вот так вот так все казалось бы не очень заметно на самом деле заметно видите так теперь мы опять можем свести весь на один подвинуть этот сюда еще так где-то так 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 и естественно можем теперь уже спокойно это дело резать так как нам нужно допустим вот так так ну и посмотрим сейчас поставим под ней черный цвет черный цвет вот вот так вот так и опять же белый и опять же белый вот и все сейчас сейчас я отправлю заказчиков у меня тоже не из простых но я думаю что тут все пойдет нормально хорошо ну на этом все ну вот и все дорогие друзья мы с вами сделали мы с вами сделали еще одно винтарное встретиться что-то еще интересное я обязательно вам покажу пишите комментарии если хотите ставьте лайки или не ставьте лайки комментарии вы знаете для меня это самое главное всего вам доброго фирма Петерсон желает вам творческих успехов и пока пока